Несмотря на громкое название форум, Управдом очень демократичное и неформальное мероприятие. По сути, это беседа, в которой может принять участие любой желающий. Нужно только зарегистрироваться. У нас это четвертый форум Управдом. В этом году мы планируем в Ленинском районе провести пять. Мы будем первооткрывать. Обычно раз в квартал многие муниципалитеты и округа даже по два не проводят, и по одному не проводят. У нас самое главное, что они все проходят в 18.00. И представители администрации, управляющие компании, ресурсно-набжающие организации все после своего рабочего времени приходят и уделяют внимание нам, собственникам. Это очень, я считаю, важно. В ходе Управдома граждане также получают необходимые юридические советы, как поступить в той или иной ситуации. Присутствующая на форуме глава сельского поселения Развилковская Марина Комардина отметила, что в администрации тщательно готовились к нынешнему мероприятию, и по многим обращениям граждан уже проведена работа. На прошлой неделе у нас прошло аж три рабочие группы по вопросам ЖКХ. Здесь присутствуют наши депутаты, которые были инициаторами проведения таких встреч. То есть до этого мероприятия мы уже встречались с руководителями и говорили им о тех проблемных вопросах, которые волнуют наших жителей. Тем не менее, неразрешенные вопросы все же остались. В зале Развилковской школы в этот раз собрались более ста человек. Причем не только из Развилки, где находится 45 многоквартирных жилых домов, но и из других поселений района. Вопросы звучали на самые разные темы, и все они тщательно протоколируются, чтобы потом контролировать работу по обращениям граждан. У нас сейчас за это обслуживание прибавили вместо 60 рублей 78. Сколько можно прибавлять, откуда это все берется и за что? Мой дом в этом году поставлен на капитальный ремонт. Заканчивается октябрь, и я не знаю и не вижу, когда начнется капитальный ремонт и когда он закончится. В газете написано было, что с Нового года во всех муниципалитетах будет по раздельным сборам мусора осуществляться. Я пришел в нашу администрацию с вопросом, наметили ли контейнерные площадки, где такие будут. Задать вопрос можно было не только у микрофона, но и с помощью записки. Заместитель главы администрации Ленинского района Александр Русков отметил, что подобные встречи стали доброй традицией, которая помогает продуктивнее решать проблемы местных жителей. Будем и дальше продолжать встречи по поселениям, чтобы услышать людей каждого поселения, обсудить ваши проблемы, которые у вас возникают ежедневно, понять, что нам мешает, иногда кто нам мешает, сделать выводы и подключиться к их решению, я имею в виду этих проблемных вопросов. Более 50 вопросов было озвучено в течение двух часов. На большую часть из них местные жители получили ответ прямо в зале. Благо здесь собрались не только руководство района и поселения, но и депутаты, представители управляющих компаний и ресурсосберегающих служб района. Люди живут, проблемы возникают. Где-то дерево не спилили, где-то газон испортили машины, где-то неправильно припаркованные автомобили, где-то услугу неправильно представили, или не в полном объеме, или жители хотят что-то дополнительное, либо где-то нет взаимодействия с управляющей компанией. То есть все эти вопросы мы стараемся вынести, особенно общие вопросы, на всеобщее обсуждение. Закрытых тем у нас нет. Действительно, главный плюс такого общения – отсутствие дополнительных инстанций между гражданином и тем должностным лицом, которое должно решить его проблему. И это на порядок упрощает процедуру решения возникающих вопросов. Максим Козлов, Николай Карбанов, Елена Кошлева. Видное ТВ.